На Егоревском шоссе установили принудительное ограждение вдоль торговых объектов. Почти все предприниматели, которые там ведут свой бизнес, не организовали должным образом подъезды к своим павильонам. Почему власти идут на такие крайние меры, узнавала наша съемочная группа. В этот день со своим самоваром с Егоревского шоссе так и не удалось уехать покупателям многих торговых точек. Подъезд к павильонам перекрыли каменными блоками. Это, конечно, не понравилось продавцам, ведь к магазинам теперь не подъедешь. Сейчас бабульки ходят, они все на кладбище идут. А вы вот в этот день приехали и начинаете это самое. А все потому, что собственники так и не оборудовали должным образом подъезды к своим павильонам, а самое главное, не согласовали их с Мосавтодором. В течение года власти неоднократно сообщали предпринимателям о необходимости этих действий. В итоге игнорирование со стороны бизнесменов закончилось для них принудительной блокировкой въезда. Таким образом будем понуждать всех предпринимателей входить в правовое поле, наводить порядок в этой части. В идеале это, конечно, наличие полосы торможения, наличие полосы разгона и парковка. Тем самым мы обезопасим и движущийся автотранспорт, и, соответственно, создадим удобство для клиентов, которые спокойно остановились, вышли в магазин. Действия специально созданной комиссии вполне обоснованы, ведь Егоревское шоссе – достаточно оживленная дорога. Ввиду того, что объекты торговли не оборудованы парковками, образуются пробки, количество аварий вдоль павильонов постоянно растет. В комиссию вошли представители администрации городского округа Люберцы, представители совета депутатов городского округа, общественные организации, такие как молодежное движение «Молодая гвардия», также вошли представители ДЭПа, ГИБДД и, конечно же, Мосавтодора. Кстати, сотрудники Мосавтодора сейчас на данной территории предлагают собственникам тех объектов, которые сейчас огораживаются, в помощь в решении сложившейся ситуации. Егоревское шоссе давно славится своими нарушениями в части торговли. На данный момент почти все павильоны на этой трассе не соответствуют необходимым требованиям. Специальная комиссия и дальше продолжит принудительно блокировать въезды к торговым точкам нарушителей до тех пор, пока они не согласуют их с Мосавтодором.